Всем хорошего настроения! Сегодня у меня на распаковке точилка для ножей Ruixin Pro RX 008 или же Ruixin Pro 4 поколения. Это разные названия одной и той же точилки. Очень много вопросов от вас по этой точилке, где купить хороший вариант точилки, у какого продавца сделать заказ, где купить оригинальную точилку и как не купить копию. Есть у меня одно из видео, где я сравниваю точилку на момент выхода, то есть на момент презентации этой точилки и какой она была раньше и с точилкой, которую вы получаете сейчас. Вот здесь оставлю ссылку на это видео, перейдите, посмотрите. Было такое предложение, или, вернее, было такое предположение, что есть все же оригиналы и есть копии этих точилок. И там мы разбираемся, какие изменения и в чем разница между точилками. А также под этим видео, которое я оставлял, есть наше обсуждение по этой точилке. И вот сегодня я отвечу на вопрос, есть ли оригинал и есть ли копия, а также где купить хороший вариант точилки. А также в этом видео мы протестируем еще одного продавца. Я, наверное, уже протестировал всех самых популярных продавцов, которые продают вот эту точилку Ruixin Pro RX 008, а также всех официальных представителей магазинов от компании Ruixin. Также протестировал, все ссылки будут в описании под видео. И давайте смотрим, что же получил я сейчас. Эта точилка, вернее, этот продавец выгодно отличается от других тем, что у него есть прямая доставка из Украины. Вот эту точилку я получил за 5 дней. А если учитывать то, что я заказал ее в конце дня и получил на следующий день, после того, как она пришла, поскольку не получилось забрать тот же день, тогда вообще 3 дня доставка из Украины в Украину, поскольку это доставка из Украины. Давайте посмотрим, что я получил. Ссылка на этого продавца будет в описании под видео. Стоит ли заказать вот этого продавца или нет. То, что это очень быстро, самая быстрая доставка, это уже фар. Коробка. Коробка картонная. Вы видели, что есть продавцы, которые отправляют без вот этой картонной коробки, поскольку, наверное, так дороже просто доставка. Она картонная и она целая, она не помятая. Вот в этом преимущество доставки из страны, в которой вы живете, поскольку в большинстве случаев там будут целые вот такие не помятые коробки. И хороший подарочный вариант. Просто из Китая это долго. И вот много разных факторов, из-за которых может быть коробка помята. Но, конечно, это на работоспособность точилки не влияет, поэтому это такая инструкция. Инструкция, кстати, такая же, четкая, как и в момент выхода этой точилки. Мы как-то сравнивали. Я видео оставлял вам. Та инструкция, которая сейчас, и та, которая была. И вот сейчас я вижу, что здесь очень хороший пинт. Четкий. Теперь подставляем коробку и смотрим на точилку. Тот же чемоданчик из ткани. В принципе, все прошито аккуратно, качественно. Здесь претензий никаких нет. Такая же, как и в моей точилке, которую я покупал в момент выхода этой точилки. Теперь смотрим комплектацию. А я заказал вот в этом случае минимальную комплектацию. Нет, есть еще меньше, что без камней, она будет дешевле. Но просто эти камни достаточно хорошего качества, и стоит доплатить там несколько, получается, доллар или два, чтобы получить точилку с камнями. Можно купить, конечно же, сразу алмаз. Но алмазный комплект, там гриппность комплектации, это не та, которая мне нравится, поэтому я алмаз покупаю отдельно. Ссылку на свои алмазы оставлю также в описании под видео. Так, все. Теперь смотрим. Здесь такие же камни. Они идут без пластиковых вот этих платформ. Просто вот эта точилка позволяет зажать даже вот такие камни без платформы. Ну и здесь та же, я думаю, комплектация. Я уже эти камни тестировал. Очень хорошо точат нож. Они не идеальные, конечно же. Мне больше нравится точить с помощью алмаза. Но камень рабочий и точит хорошо нож. Есть у меня видео, где я затачиваю вот таким вариантом точилки из коробки. То есть, ничего не доделывая, не меняя. Просто как заказал, так и заточил нож. Так, теперь смотрим вот здесь, интересно. Вот здесь у нас уже пошире вот эта перемычка. Я говорил, что... Давайте я сразу же отвечу на вопрос, есть ли копия. По моему мнению, мы уже обсуждали и с зрителями видео, где я сравниваю две разных точилки, что все же копии нет. С большой вероятностью это просто изменение в производстве точилки и изменение в поставщиках. То есть, разные поставщики, поэтому разные детали могут быть в этих точилках. Но мы сошлись в мнении, что и один вариант, и второй, и третий, там их есть разные модификации. Они однозначно стоят тех денег, которые они вот за эти точилки просят. Это самая бюджетная, это лучшая бюджетная точилка. В любом варианте, который я рассматривал, в любом варианте, который я получал от этих продавцов, которых тестировал, все они хороши и все они стоят от этих денег. Поэтому, по моему мнению, точилка стоит очень маленьких денег, поэтому ее делать копию этой точилки, наверное, не экономично, и в принципе, я думаю, копий нет. Какую бы вы точилку ни заказали, по крайней мере, в хороших продавцов. А вот как купить хорошую точилку? Я, когда заказываю какой-то товар, обращаю внимание на две вещи. Первое, это насколько популярен продавец, если у этого продавца много подписчиков и много положительных отзывов о этом продавце, я делаю вывод, что этот продавец заинтересован в хорошей оценке. То есть, он присылает вам товар, и он заинтересован в том, чтобы вы поставили ему хорошую оценку, поскольку он не желает испортить свой рейтинг. И поэтому он будет более тщательно проверять комплектацию, все ли хорошо перед отправкой. Второе, на что я обращаю внимание, это количество продаж. То есть, если вот этот товар имеет большое количество продаж, и оценка этого товара больше 4-5, да, будут всегда люди, которые недовольны, будут люди, которым как-то не повезло, вы можете почитать вот эти плохие отзывы. В чем суть этого отзыва? Бывает такое, что просто потерялась где-то посылка, и тогда покупатель ставит единицу. Я никогда не ставлю единицу, если товар не пришел, поскольку, может быть, вина не продавца, я не хочу ему через вот это портить рейтинг. Поэтому я ставлю или 5 звезд, или вообще оценки не ставлю. Но пишу, что посылка не пришла. В большинстве случаев просто не оцениваю никак, если посылка не пришла, поскольку нечего оценивать. Поскольку, возможно, это просто вина почты, которая доставляла вот эту посылку. Но вы почитайте, смотрите, и вот если оценка хорошая и много положительных отзывов, тогда я заказываю товар. То есть два фактора. Это популярность продавца и оценка продавца общая, и популярность товара и оценка товара общая. И вот всех самых популярных продавцов с большим количеством продаж вот этих точилок я уже проверил. И ссылки будут в описании под видео. И смотрю, что здесь точно то, что у меня в точилке, которую я заказывал на момент выхода вот этой точилки. Большая перемычка. Я говорил, что мне не очень нравится, когда вот здесь маленькая перемычка. Просто есть какое-то недоверие к металлу. Это не значит, что эта маленькая она хуже. Поскольку пластилин, он тоже можно сделать вот таким толстым. Но он будет хуже, чем сталь, которая толщиной 2 мм. Поэтому мы же не знаем вот так на ощупь, какое качество металла. Возможно, здесь перемычка вот эта меньше, но металл лучше. Поэтому делать выводы вот такие, что вот перемычка толще, она лучше. Я тоже сейчас не хочу, поскольку это будет неправильный вывод. Но мне просто больше уверенности, когда эта перемычка пошире. А есть она тоньше. Что касаемо вот этих шарниров, они мне не нравятся. Любые, какой бы он ни был, все шарниры имеют вот такой люфт. Какой-то больше, какой-то меньше. Вот этот больше, кстати. Тот, что я получил изначально, был меньше люфт. Но в любом случае, я шарнир меняю. Я покупаю шарнир отдельно. Он стоит 2 доллара. Плюс линейный подшипник, он стоит 46 центов в моем случае. Это 2,5 доллара. Получается замена идеального шарнирного механизма на вот этой точилке. Если вам интересно, посмотрите. Есть видео, как сделать этот шарнир у меня на канале. И что надо покупать для этого? Я сразу же рекомендую менять этот шарнир. Или же просто поменять шарик. Но проще поменять шарнир. Ну, вот я поменял шарнир и доволен. Но когда-то я менял и шарик. Когда еще не знал о возможности вот такого шарнира, который я делаю сейчас. Что касаемо точилки. В принципе, также тот же вариант, что моя точилка, которую я заказал на старте продаж. В принципе, все тоже. Ну, хороший продавец. Что я могу сказать? Сейчас я то, что вижу, у меня никаких претензий вообще нет к этой точилке. Поэтому этого продавца я тоже буду включать в свою подборку надежных продавцов. Все нравится. И, кстати, вот здесь продавец... Вернее, вот в этом варианте... Возможно, моя точилка просто износилась со временем. И она уже касается. Нельзя, чтобы вот эти шарики... Ну, вот этот, как бы, цилиндр касался к телу точилки. Поскольку может быть люфт. Вот здесь такого люфта нет. Вот в моей точилке уже надо немного поправлять. Здесь не касается... С этой стороны не касается. Та же ситуация вот здесь. Поэтому нет люфта ни по сторонам этой точилки, ни вниз-вверх. То есть, здесь даже не надо ничего дорабатывать. С этой точилки я дорабатывал, здесь не надо. Уже преимущество данного продавца. Вроде бы хорошо. В принципе, идеальный вариант. А вот такая получилась видеораспаковка. Проверенный продавец, быстрая доставка. Хороший вариант точилки. В принципе, не к чему придраться. Если кто-то что-то увидел, смотрите. Буду... Если, кстати, есть у многих... Говорят, что в поворотный механизм при перевороте меняется угол заточки. Смотрите. Здесь все очень легко поправить. Если даже у вас так есть. Если виной не то, что вы неправильно установили нож. Как это все проверяется, есть у меня соответствующее видео на канале. Как это исправляется, также есть видео соответствующее. Открою вам секрет. Все исправляется очень просто с помощью вот этих винтов. Эти винты специально сделаны для того, чтобы вот сюда, в эти пластины, можно было зажать нож любой толщины. Не надо будет изгибать вот эти пластины, губки, точилки. Поэтому просто откручиваем их вот здесь, устанавливаем нож любой толщины, тогда немного прикручиваем и только тогда зажимаем. И в большинстве случаев у вас будет одинаковый угол на обе стороны. Если будет разный, тогда надо просто зажать в первую очередь те, на которые идет смещение угла, а потом другие винты. И точилка станет на свое место. Но в большинстве случаев она сразу же встает на свое место, когда вы устанавливаете нож и постепенно зажимаете вот эти винты. Вот эти. Вот крест. А уже после этого зажимаем. И в какой последовательности зажимать вот эти винты, я уже также показывал. То есть все здесь решаемо, точилка хорошая, однозначно за эти деньги это лучшая точилка, по моему мнению, и пока я свое мнение не меняю. Это лучшая точилка с сайта Алиэкспресс за вот эти деньги. А я заказал вот эту точилку за меньше чем 25 долларов, поскольку были купоны на распродаже. Вот это была распродажа, и я воспользовался купоном. А так ее цена была 25 с копейками. То есть 25 долларов, там 34 цента, что-то такое. Ссылка на продавца, ссылка на точилку будет в описании под видео. А также ссылка на всех продавцов, которые я проверял, которых я заказывал. Это самые популярные продавцы. Другие я не вижу смысла проверять, поскольку вот в этих все нормально. И вот этот вариант также хорош. На этом все. Надеюсь видео было интересно, и я ответил на ваши вопросы. Хорошего настроения. До свидания.